АРМАДА ЛОДОК Это легендарное соревнование, которое проводит сеть рыболовных гипермаркетов Адреналин.ру. В этой компании прекрасно понимают, популяризируя качественные приманки, снасти, она вносит важный вклад в сохранение экологии. Правильная оснастка, она позволяет, будем говорить, более цивилизованно ловить, понимаете, да, сохранять эту рыбу. В этом году Адреналин.ру.Опен сменил как место проведения, так и время. Турнир впервые прошел в акватории отеля Редисон Ресорт Завидова. Бессменный организатор этих соревнований Евгений Жалковский отмечает, что дело не только в желании просто сменить обстановку. Рыбалка это всегда новинки. И когда мы меняем места, это всегда интересно для рыболовов. И всегда их приводят, собственно говоря, в более одинаковые условия. Я говорю именно слово «более одинаковые условия», потому что они и так пользовались в основном вот этой акваторией. А мы сдвинули сейчас ее еще ближе к Устью и, собственно говоря, ближе к Твери, для того, чтобы все-таки вот эту географию немножечко поменять. Ну и волшебный Редисон, который предложил нам прекрасные условия размещения турнира, мы можем только поаплодировать, потому что они организовали все просто великолепно. И все-таки с очень удобной акваторией для старта, потому что вопрос старта, вопрос пересечения вот этих лодок, когда они стартуют, когда они финишируют, это очень важно. Особо стоит отметить, что ввиду постоянного роста популярности Кубка Адреналин Ру Оупен, власти Тверской области включили его в официальный календарь соревнований. В шестой год уже Адреналин проводит этот турнир, и с каждым годом его популяризация растет и растет. Та идеология, которая заложена вот в этот турнир, она способствует здоровому образу жизни, семейному отдыху. И если вы внимательно посмотрите все то, что включено вот в мероприятия, посвященные этому турниру, сопутствующие, вернее, этому турниру, вы увидите, что здесь с семьями можно приезжать, взрослые соревнуются отдельно для детей, отдельно турнир здесь есть в водоем, они точно так же полноценно соревнуются в рыбной ловле, им такие же полноценные серьезные призы. Члены семьи катаются на велосипеде, другие элементы доски, но это образец того, как должен проходить здоровый образ жизни. Участвовать в соревнованиях изъявили желание более 80 экипажей, в каждом по два человека. С их регистрацией традиционно в пятницу и начался Адреналин Ру Оупен. География Сноу впечатляет от Новгородчины и до Башкирии, от северных Архангельских лесов до жарких Ростовских степей. С последних Сноу приехали прошлогодние победители Эдуард Аганесян и Юрий Крецу. Их дуэт уже не первый год участвует в подобных турнирах, на которых огромную роль играет слаженность партнеров. Должна быть слаженная работа, чтобы не тратить лишнее время на объяснение. Чтобы понимали полуслова, взгляда, положение руки, головы. Одним словом, мы уже лет 10 вместе выступаем и понимаем практически без слов друг друга. А это очень важно. Не тратишь лишнее время. И приманки те же самые он кидает, что я не надо объяснять. Ну, это надо. Традиционно после регистрации главный судья соревнований объясняет всем участникам правила турнира. Они не поменялись. Но традиционно на Адреналин Ру Оупен каждый год прибывает немало новичков. Им не лишне будет послушать, кого можно ловить и сколько, чтобы попасть в официальный зачет. Окунь без размеров, а берш это не менее 25 сантиметров, судак, жерех, щука не менее 40 сантиметров. Меньший размер зачет не идет. И должны приставить на взвешивание 5 рыб. На их усмотрение, смотря сейчас. Если живая рыба, коэффициент 1,1 умножается. Что касается оснащения рыболовного экипажа и их мини-траулера, то бишь лодки, то пользоваться можно самой современной техникой, например, эхолотами. Спиннингов на борту может быть сколько угодно. Однако одновременно разрешено ловить только двумя. По одному на каждого рыбака. При этом, опять-таки в первую очередь для новичков, жри напоминает, никакие фокусы с заранее наловленной рыбой не пройдут. Каждой лодке по две камеры будут, минимум. Идет видеофиксация и улова, и измерение, вернее, маркировка улова. Процесс подсечка, заброс, подсечка, вываживание и маркировка. Сами соревнования полностью оправдали свое название. Погода устроила участникам настоящий адреналин. Если всю неделю было вполне тепло и окрестностей согревало приятное сентябрьское солнышко, то утро субботы встретилось их пасмурной погодой и пронизывающим ветром. Водная гладь больше напоминала не Волгу-матушку, а бушующее Балтийское, Черное или какое-нибудь другое море. Однако это не особо испортило настроение рыбака. Главное, утеплиться отшучивались они, найдя современные аналоги знаменитых зюидвесток. Тем более, что дул как раз сильный зюидвест, то есть юго-западный ветер. Как всегда, весь рыболовецкий флот по жребию был разделен на пятерки. Вместе к турниру разбирайтесь по пятеркам. Подтягивайтесь на линию старта-финиша. Первый номер. Не вижу. Второй номер. Есть. Выходите на эту линию. Первый, второй, третий номер. Не вижу третий номер. Объявляю пяти минут на готовность. Пятерками по команде судьи они отправлялись за уловом. Традиционно по правилам соревнований нельзя ловить рыбу, где заблагорассудится. Кубок Адреналин Ру Оупен проводится в четко определенной акватории. Сами соревнования проходили два дня. Так что рано утром в воскресенье картина была точно такой же. Начиная с полудня экипажи массово возвращаются с уловом. Постепенно перед причалом снова образовалась целая рыболовецкая армада. Кому-то не очень повезло. Сложная погода, конечно, нам чуть-чуть подломила наши планы. А так все супер, вообще нормально, весело. А какой именно негатив на воздействии, на ваш взгляд, оказала погода? Ну, точки нам как бы она выключила просто-напросто это вот вчера. Сегодня, ну, судя по поведению рыбы, тоже какие-то изменения произошли. Выход не в то время и рыба не так, как хотят. Что вам попалось? Судаков ловили. Сколько? Два. Два суточка и все. Но многие, наоборот, возвращались с изрядным уловом. Как, например, москвичи Олег Костерев и Семен Готовский. Вот это я понимаю. Ударило хорошо? Да, активно. А? Активно. Поговорили, рыба нет. Все тащат рыбу. Евгений Жалковский отмечает, что погода, конечно, была не сахар. Но для рыбалки это даже лучше. Что рыбе хорошо, то рыболову тяжело. Это тоже такая же ситуация. Рыболов напрягается из-за волны. Конечно, комфортно рыбачить в штиль. Но при этом рыба в штиль клюет хуже. Вчера поднялась волна, и реально рыба очнулась, если так можно выразиться. Она не просто очнулась, она начала клевать, начала клевать активно. И людей, команды, экипажей, которые пришли фактически с нулями, ровно в два с половиной раза меньше, чем в прошлом году. Контрольное взвешивание – процесс не менее ответственный, чем сама рыбалка. Учитываются даже десятые доли грамма. Многие несут добычу, что называется, бегом. Ведь важно, доставив рыбу именно живой. Тогда она и считаться будет по повышенному коэффициенту. И в субботу, и в воскресенье процедура возвращения экипажей занимала не один час и завершалась только в три по полудню. Сколько? А, еще не сама. Я живая? Я живая. Подождите. Так же? Килограмм 0,5. 1,005. Проходим, расписываем. Традиционно вся живая рыба отпускается обратно. И здесь снова большим подспорьем стало то самое похолодание. Погода достаточно холодная, рыба хорошо сохраняется в ваераторе. Я вам могу сказать, из более чем 100 килограмм пойманной рыбы вчера, думаю, что не более 5 килограмм уснувшей рыбы к нам пришло. Сегодня, я думаю, что это примерно такой же объем. Совсем чуть-чуть. И это нас очень сильно радует, потому что на самом деле тот урон, который доставляют большие крупные рыболовные мероприятия по всей стране, природе, хочется его как-то сглаживать. Нам это приятно, что нам удается это делать. Вчера на камеру была выпущена вся рыба, сегодня тоже. И причем она очень такая бодрая, очень здоровая, то есть не приходится ее долго оживлять. Кубок Адреналина Ру Опен имеет еще и под название Family Weekend. И это истинная правда. Многие участники приехали сюда со своими семьями. Жены и дети, несмотря на чуть ли не штормовой ветер, мужественно ждут своих супругов и отцов на берегу. Холодно, но нам хорошо. Мы поддерживаем папу и надеемся получить приз. Организаторы при этом отмечают, что представительность прекрасного пола с каждым годом становится все больше и больше. Их, конечно, стало больше, они начали ловить. У женщин, естественно, это получается, иногда даже лучше, чем у мужчин получается. Поэтому их стало больше и очень хорошо, что жены поддерживают мужей. Мужья же употребляют меньше возлеятельных напитков в этот момент, стремятся к здоровому образу жизни. Ну и все такое прочее. Я считаю, что это всегда хорошо. Дети, и это уже добрая традиция Адреналина Ру Опен, могли не только поболеть за своих родителей, но и сами попытать рыбацкого счастья. Как всегда, юным участникам выделяется специальный пруд. Удочки, приманка, сачки – все как у взрослых. Такой же пронизывающий ветер, который никак не отбил желания у мальчишек и девчонок, а также их родителей, бывших рядом, что называется, на подхвате. Ведь кто, как не папа, вовремя подставит сачок. Или, как говорят рыбаки, подсачек. Молодец, поздравляю. Ну, расскажи, как это было сложно. Да, она тяжело, ее прям тяжело вытягивать. Но это как раз тот самый случай, когда своя ноша не тянет. Особенно, если за нее тебя ждут награды Кубка Адреналин Ру Опен. А спонсоры турнира традиционно были щедрыны призы для тех, кто попал в первую десятку. И не только. Впервые в этом году был разыгран чек на 30 тысяч рублей, который можно назвать как утешительным, так и поощрительным. Обладатели этого сертификата разыграли в лототроне, куда опустили карточки с фамилиями всех участников. Глобок Андрей! Глобок Андрей! Ну, бывает, да, это везет, да? Андрей, ну вот иногда бывает везет. Это случайно. Это множественные варианты развития событий нашей судьбы. И ты зрительный зрительный его. Андрей, надо только ответить на один вопрос. А место какое было реально? Ну, там транспорны. Это жилька! Блин, ну это отличный призовой фок. 100 грамм 30 тысяч рублей. Самые дорогие 100 грамм в жизни. Сотканим расходом заход. Ура! Что касается десятки лучших, то эти экипажи в качестве наград получили либо сертификаты на сумму в те же 30 тысяч рублей и больше, либо подарки от спонсоров. Эхолот, лодки, а также путевку в усадьбу Выкопань. Ее, кстати, вручили занявшему пятое место Тверскому экипажу. В номинации пятое место по итогам двух туров с общим весом 6 килограмм, 820 килограммов, побеждает экипаж номер 7. Пушина Александровна, селится в один. Вот, дверь! О-о-о! Хочу обратить внимание, что за Твери, то нам идти на ровке, наверное, минут 20, не больше. Но нам сейчас все расскажем. Мы поздравляем дверь! Мы первый раз участвуем. Это был нормальный результат. Вы знаете, для первого раза этот фонд дать 4 результата. Хозяева, кстати, впервые попали в призовую десятку. И это важная примета минувшего турнира. Причем не только одним экипажем. Бронзовым призером стал еще один тверской дуэт. Андрей Травников и Денис Калугин. Чтобы получить награду в виде каяка «Кингфиш», им пришлось преодолеть не только трудности в виде непростой погоды. Помогли настойчивость и рыбацкая взаимовыручка. Были проблемы с мотором. Были проблемы, но мы их, в принципе, преодолели, скажем так. Хотели лучше результат. Получилось так. Когда и что поймали в ходе этой рыбалки? Вчера, первый день, выступали. Шли от нуля. И закрывались окунями. И еще килограмм 450 грамм. Где-то что-то так, да? Да. А сегодня ребята питерские нам помогли. Большое спасибо. Они дали нам якорь. Хороший, тяжелый, который не тащил этот катер здоровый. Да, ну, по крайней мере, мы могли удержаться. И, в принципе, сегодня 5 килограмм взяли. Ну, сегодня взяли. 3 судака, 2 щепки. Ну, а первые две строчки заняли столичные экипажи. Номинация 2-й место в притоке двух кур с общим весом 12 килограмм 523,5 грамма побежает экипаж номер 57. Козлов Антон и Калинин Михаил. Город вас. Ну, тут нечего сказать. Это совсем не новички, а приняли рук. И они уже стояли здесь, награвдались. Но все-таки добились своего. И причем это была уже значительнейшая борьба. Хотя они известные волки, сдаваться не любят. И наше глубочайшее поздравление от парней занимается свое совершенно справедливое место. Первое место завоевали те самые москвичи Олег Костеров и Семен Готовский, которые попали в объектив нашей камеры с лоу. По итогам двух туров, с общим весом. 29 килограмм и 29 грамм. Повязать экипаж. Они еще не вскочили. Просто разница сумасшедшая. Экипаж номер два в Костер-Поле. Готовский Семен город. Манск. Сква. Ура. Ура. О, где они меня сегодня? Я паспу лодка. Да, они живы. Они сегодня еще продали нашего патрульника. Вы знаете, я их не видел, если честно, целый месяц моей любимой акватории. Они просто там не ловили рыбу, они торчали здесь. Я так понимаю, что это были очень сильные тренировки. И я от всей души хочу их правда поздравить, потому что это выученное, четко отработанное, первое место. Абсолютно справедливое. От всей души. Это миллионеры. Ваши аплодисменты. Победители уверены, им помогли тщательное изучение водоема, упорные тренировки в акватории будущего турнира и рыбацкие приметы. Осознанное понимание водоема, прежде всего, то есть знание потенциала водоема. Какой потенциал это водоем в таком случае? Этот потенциал очень низкий, поэтому на тренировку нужно бережно относиться к рыбе, отпускать ее. Тогда она вернется к тебе на соревнованиях. Расскажите, когда и как, и кого за эти два дня поймали? Как все было? Судаки, окуни в основном, и потом упорнялись с щукой. То есть, влетел бонус на 8 килограмм. Тоже для этих мест это как бы является диковинкой. Сложная скромность. Когда стало приходить понимание, наверное, мы выиграем? Наверное, после поимки бонуса. Потому что там бонус был очень большой. Для этой акватории это вес третьего места, по-моему, или четвертого. Знаю потенциал этого водоема. То есть, мы когда поймали этого бонуса, мы поняли, что обойти будет нас нереально. Не применул Олег рассказать и о реакции домочадцев. Они уже который год провожают главу семейства на Адреналин.ру.опен. И вот победа. Так что в следующий раз наверняка супруги-победители будут с радостью собирать своих мужей на кубок Адреналин.ру.опен. А может, еще и сами поедут, чтобы ощутить необыкновенную атмосферу этих замечательных соревнований. Где все чувствуют себя большой дружной семьей. Где у каждого участника всегда хорошее настроение. Вне зависимости от улова. Потому что такое возможно только на кубке Адреналин.ру.опен. Адреналин.ру